В последнее время Хлэверс активно штурмует нас инфой о Фонтейне. Всё началось с показа подводного геймплея. Потом нам показали некоторые локации, и на днях мы увидели персонажей Страны Справедливости. Сегодня предлагаю разобрать этот последний тизер и узнать что-то новое. Ну а чтобы сильно не затягивать видео, разбор будет разделён на две части. В первой части, то есть сегодня, мы разберём, как ни странно, первую половину тизера. А во второй уже будем заканчивать. Поэтому, чтобы не пропустить следующую часть, подписывайтесь. Ну а я больше не затягиваю, и мы начинаем. Видео начинается с того, что мы видим, как кто-то тонет. И слышим слова. Моя миссия. Как уже стало известно, эти слова принадлежат Фремина, известному Фонтейне и водолазу. Также, Фремина – младший брат известных магов-иллюзионистов Линни и Линнет. Фремина предпочитает сохранять свою скромность и избегать публичности. Он не желает быть в центре внимания и постоянно испытывает дискомфорт от взглядов, реакций и комментариев окружающих. Чтобы найти умиротворение, он ищет убежище под водой в водном мире Фонтейна. Фремина отличается профессионализмом, умением сосредоточиться и обширными познаниями в области гидрографии. Он пользуется заслуженным доверием среди водолазов. Но, несмотря на это, он предпочитает держаться в тени и никогда не принимает поручений со стороны. Хотя Фремина может показаться холодным, его эмоции и истинная сущность раскрываются в воде. Там он находит свободу и легкую невесомость, которая позволяет ему открыть свою душу и поделиться теплом со своими друзьями, рамаринами, морскими существами Фонтейна. Теперь, зная, что он является профессиональным дайвером, какая вероятность, что он тонет по своей ошибке? Кстати, в итоге мы все же видим, что он приходит в сознание. В любом случае, будет очень интересно узнать, что происходит с ним в этой сцене. А все потому, что, учитывая Хоеверс, произойти могло что угодно. Ну и не уходя далеко, отмечу, что Фремина будет иметь криво глаз бога, что в теории может помогать ему в дайверстве. Также мы дальше слышим слова. Несправедливость и кривычность начального греха. Утонут все. Исходя из описания, мы можем понять, что эти слова могут принадлежать Эгерии, которой нет в самом ролике. Далее, Эгерия рассказывает нам о возможном сюжете Фонтейна. Нас ждет последний пир и великий суд. Ну а что это значит, поговорим подробно в следующих видео. Ну а пока, идем дальше. А далее нас встречают Линни и Линнет. Магическая семья, показывающая фокусы на сцене. Давайте подробнее остановимся на каждом из них. Линни, который, кстати, раньше был Линн, знаменитый Фонтейни иллюзионист, который проводит представление вместе со своей младшей сестрой Линнет в оперном театре Эпиклес. Его слова и действия всегда вызывают доверие и улыбку. Он показывает удивительные фокусы и трюки. И хотя зрители понимают, что это всего лишь иллюзии, когда происходит настоящее чудо, они сидят в шоке. Реакция публики, аплодисменты и восхищения начинаются задолго до того, как он закрывает занавес. Однако, за сценой Линни надежный старший брат, любезный гость и сердечный друг. Удивительно, как незаметно он может проникнуть в ваши мысли и почти неприметно стать вашим доверенным собеседником. Постепенно вы замечаете, что сближаетесь с ним настолько, что начинаете делиться самыми сокровенными мыслями. Словно он читает их непосредственно из вашего разума. Кстати, подтверждением всех этих слов выше является то, что Кирара верит в то, что Линни маг. Правда, она считает, что для этого он использует силу Йокая, но это пока не важно. Ну а теперь переходим к его сестре. Линнет, незаметная ассистентка-иллюзиониста. В отличие от её старшего брата, который претендует на звание величайшего иллюзиониста во всём Тейлоте. Линнет не интересуется вниманием и аплодисментами, предпочитая избегать интервью и внешнего внимания. Линнет отвечает на запросы из внешнего мира непонятными фразами. Выражает, что она находится в режиме ожидания и нуждается в отключении от внешних воздействий. Когда появляется высокопоставленный зритель, она всегда уступает Линни и молча пьёт свой чёрный чай. Немногие гости могут заметить мимолетный отблеск зорких глаз Линнет. Но когда они пытаются узнать, кто же за ними следит, наблюдатель исчезает бесследно. Единственное внимание, которое она уделяет, она уделяет своему чаю. Кстати, из представления Линнет мы узнали самое главное. В Фонтейне есть пылесос. Ладно, шутки шутками, но далее нам показали Навию. Судя по всему, королеву моды, которая позирует уже для известной нам Шарлотты. Ну а на этом первая часть подходит к концу. Во второй части уже поговорим об оставшихся персонажах. Также вернёмся к некоторым из этого видео и отдельное внимание уделим Орли Кино. Вторая часть уже выйдет совсем скоро. Поэтому, чтобы не пропустить, не забывайте подписываться, не скипайте диалоги в игре и всем удачи.